Добрый вечер. Добрый вечер те, кто пришел, и добрый вечер те, кто смотрит нас издалека. Но это я просто, чтобы показать свою дисциплинированность. На приемлемой социальной дистанции от меня никого нет, так что все нормы соблюдаются. Итак, сегодня мы поговорим о том, об очень актуальной теме, как изучать иностранные языки самостоятельно. Но тема вообще интересная и интересная для всех, независимо от всех обстоятельств. А в обстоятельствах она тем более интересна, потому что, во-первых, возможности каких-то личных мероприятий, личных тренингов, занятий существенно сократились. И у многих людей появилась возможность по-другому организовывать свое время, так что появилась возможность в том числе и заниматься самообразованием, включая изучение иностранных языков. Какое-то время мы оставим, конечно, на вопросы и на ответы. А сейчас начнем с того, что я расскажу вообще в принципе, чем отличается самостоятельное изучение языка от обучения с помощью преподавателя в составе какой-то группы, какого-то класса. И в чем особенности современной ситуации, что сейчас в самостоятельном изучении языка стало другим по сравнению с тем, что было раньше. А появились некоторые минусы, но и некоторые плюсы. В природе все так устроено, что все чем-то компенсируется. Стало хуже в одном месте, значит стало лучше в чем-то другом. Итак, какие причины, почему люди начинают учить язык самостоятельно? У кого-то есть психологические барьеры, не хочется куда-то ходить, с кем-то общаться, взаимодействовать. Ну, просто не соответствует индивидуальному темпераменту. Хочется все делать самостоятельно. И, вероятно, есть опыт. Уже, вероятно, есть знание какого-то языка, а вот следующий хочется уже изучать самостоятельно. У других причины связаны с организацией рабочего дня, рабочего времени, графика. Ну, не получается там регулярно куда-то ходить и уделять этому внимание. А хочется делать это тогда, когда удобно, когда есть время и возможность. Ну, и, конечно, есть люди-экспериментаторы, которым просто хочется ради азарта попробовать что-то сделать самостоятельно. Возможно ли это? Конечно, да. Можно учить и можно выучить иностранный язык. И здесь нам приходят те самые плюсы, которые появились за последнее время. Плюсы эти появились благодаря тому, что значительную часть жизни мы, люди, живущие на нашей планете, проводим в виртуальном мире. Есть такая статистика, что, ну, в разных странах по-разному, в разных социальных, возрастных группах очень по-разному. Но в среднем человек, живущий на нашей планете, проводит от 4 до 12 часов. Вот там. Ну, включая, конечно, и телефоны, смартфоны, айпэды, ноутбуки, вообще все, что угодно. Но, в общем, не в реальном мире. Ну, мы знаем, что сейчас принято даже встретиться с друзьями, знакомыми лично. Ну, допустим, где-то в кафе. Ну, каждый открывает там, что там у него есть, и начинает вести себя, как он ведет себя в одиночестве. То есть, этот мир начинает нас захватывать. Ну, это, конечно, не всегда хорошо. Это можно даже сравнить с какой-то с определенной мутацией. Но как все, что человек изобретает, может приносить и какие-то проблемы, затруднения, так и помогать. Потому что сейчас у нас есть очень много ресурсов, которые нам могут помочь. Я сейчас сначала расскажу об этих достоинствах, а потом расскажу, вот как мой подход, моя методика пользуется этими достижениями человеческой мысли, чтобы сделать процесс самостоятельного изучения языков.